Мы видим, как белорусы активно препятствуют попыткам России использовать территорию их страны для атак против Украины. Это было в феврале и в начале марта. Это происходит и теперь. Люди выводят из строя железнодорожные пути и другими способами осложняют Россию введение войны с территории Беларуси. Так было и раньше, однако это стало еще большей проблемой после того, как он украл выборы в августе 2020 года. И если Путин скажет Лукашенко подпрыгнуть, тот лишь спросит, как высоко. Если Путин скажет, что ему нужна поддержка белорусских военных в спецоперации в Украине, как это абсурдно они называют, Лукашенко пойдет и на это. Мы сейчас говорим о нелегитимном лидере, который по сути является марионеткой Путина. И это показывает яркий контраст между взглядами нынешнего белорусского руководителя с его зависимостью от России и отношением подавляющего большинства белорусов к российской агрессии в Украине. Это уродливая ситуация.